Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Со мной сегодня беседуют мои коллеги, израильские журналисты Илана Михаэль и Марк Котлярский. Коллеги, приветствую вас! Добрый день! Здравствуйте! На днях был принят, по сути дела, один из самых основных законов, который входит в судебную реформу, из-за которой уже больше полугода вся страна, ну в буквальном смысле, извините, даже организм стоит на ушах. Массовые протесты, отказы служить в армию, всяческие протестные акции, причем самые экзотические порой и очень тревожные. Вот, например, там образовалась группа врачей, которые призывают своих коллег к релокации, то есть помогают им найти работу за границей. Как утверждается в СМИ, там уже больше тысячи людей, участников этой группы. Не знаю, насколько это достоверные данные, но, во всяком случае, колокольчик достаточно тревожный такой звучит. Да, но я возвращаюсь к принятию этого закона. Он вызвал бурные эмоции, естественно. Сторонники судебной реформы заявили, что наконец-то теперь будет суд судить по закону, а не по понятиям. А противники утверждают этого закона. Считают, что сделан первый существенный шаг в сторону возможной диктатуры. Во всяком случае, открыты двери для того, чтобы она вошла в Израиль. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, вам обоим один пока что первый вопрос. Кто проиграл и кто выиграл в Израиле от того, что принят этот закон и вообще, что этот пакет законов принимается? Илана. Между прочим, я хочу заметить нечто. Пожалуйста. Ты сейчас сказал очень интересную фразу. Ты сказал, что сторонники реформы верят, что теперь суд будет судить по понятиям. Нет, нет, я сказал не так. Ты неправильно меня расслышала, прошу прощения. Как же я расслышала? Я сказал, что сторонники реформы считают, что наконец-то теперь суд будет судить не по понятиям, а по закону. А, то есть он раньше судил по понятиям? Да, они утверждают, сторонники реформы, что отмененный, как известно, принцип крайней, вернее, принцип разумности или крайней неприемлемости, это было внезаконное понятие. Оно действительно никак не прописано в израильском законе, которое позволяло судьям судить по своему усмотрению, а не по букве закон. Понятно, то есть по понятиям, но выражение по понятиям нам знакомо с лихих девяностых, да? Вам воочию, мне здесь, поскольку у нас тут тоже были репатрианты, часть из которых, с которым я была знакома, все по понятиям у них было. Слово по понятиям вызывает очень много ассоциаций, Миша. Более того, у меня есть ощущение, что именно те, кто сегодня являются сторонниками этого закона, который, с моей точки зрения, является беззаконием, вот они-то хотят вернуть это действие по понятиям. Ну почему? А тебе могут возразить, что благодаря их голосам, которые избрали этот парламент и утвердили это правительство, они добились принятия поправки, которая отменяет внезаконную формулу, по сути дела? Совершенно нет. Какую внезаконную формулу? Они сами не знают, что они несут. Принцип разумности. Принцип неприемлемости или разумности не имеет значения. Я тебе скажу, почему его не было. Потому что многого не было. Потому что у нас в первую очередь нет Конституции. Я могу в сотый раз об этом рассказывать, как в 1948 году с созданием государства начались споры о том, что нужна Конституция. Спорили Мавдаль с правами. Спорили, спорили. Решили найти умное решение, в кавычках. Они решили, что пока что они примут некоторые основные законы, а Конституцию потом постепенно. Только потом и постепенно стало никогда. И вот когда у тебя есть страна, где никогда нет Конституции, и когда в какой-то момент кто-то в избежании нарушения демократических норм должен указать нашим политикам на то, что есть границы того, чего нельзя переходить, начинается крик, что значит это беззаконие. Ну, я, конечно, понимаю, что со мной могут многие не согласиться. Это тоже их право. Я даже знаю, кто сейчас с тобой не согласится. Я вижу это так. Я вижу это не считаю. Марк Отлярский, вопрос, в принципе, тот же тебе. А вообще в этой ситуации есть выигравшие и проигравшие? Ну, я не думаю, что надо так рассуждать. Хотя, на самом деле, я думаю, что по-большому... Извини, меня на этот вопрос просто натолкнул почти спортивный счет 64-0. Я просто объясню, что именно 64 – это количество депутатов, которые проголосовало за принятие этого закона, а ноль – это число голосов против, потому что оппозиция не участвовала в голосовании. Да, если можно, я только добавлю для наших зрителей, что 64 – это коалиция. Это не потому, что к ним присоединился кто-то из оппозиции. Позиция демонстративно не голосовала. Марк, пожалуйста, извини, что я перебил. Ну, я скажу странную вещь. На самом деле, как мне кажется, в результате всей этой ситуации, так сказать, пока, мне кажется, что выиграли от этого все. То есть, как бы все получили от этого удовольствие, на самом деле. Я не вижу никакой трагедии особенно. Я еще раз повторю, что все происходящее напоминает мне просто сплошной карнавал, так сказать, особенно если подчеркнуть вот эту мистерию, которую устроили все эти протестующие, все эти женщины в красном, все эти дубки, все эти барабаны. Это было красиво, согласись. Это было очень красиво, это зрелищно было, это такое языческое такое начало такое, то, что присуще еврейскому народу, карнавальность этого начала. Это очень здорово, от этого выиграли только все. Одни получили удовольствие, потому что там участвовали, другие получили удовольствие, потому что за этим наблюдали. В результате, мне кажется, выиграла от этого вся страна. Значит, если говорить конкретно об этом законе и о всяких там понятиях, то есть на поверку... Кстати, действительно очень сложно разобраться. По большому счету, я тебе уверяю, что с той, что с другой стороны, процентов семьи, вообще понятия не имеют, о чем идет речь. То есть, на самом деле, я еще раз тоже... Марк, извините, я перебью, чтобы было понятно. Для этого не надо что-то понимать. Опубликовано... Он занимает там всего 10 строчек. Это поправка к основному закону. И она звучит в вольном моем переводе и изложении. Абсолютно доступно и понятно, что теперь богат, высший суд справедливости не будет иметь право отменять или изменять решение о назначениях в правительство и назначениях, которые делает правительство. Не только это. Не только это, а также решения, принятые правительством, решения, принятые тем или иным министром. Это во-первых. Во-вторых, я хочу себе сказать, еще раз повторяю, это только лежит на поверхности. На самом деле, мне бы действительно стало интересно, по большому счету, если взять на веру вот эту первую, как бы, первую... Как, действительно, ребят, что такое? Ой, как? Что? Ой, вей. Ой, давайте, как ужас, диктатура. Сейчас всем будет плохо. На самом деле, как выясняется, опять-таки, еще раз, у суда, тем не менее, высшего суда справедливости остается масса других инструментов, которые позволяют так или иначе отменять какие-то определенные решения. Там остались другие понятия, простите меня, но я употребляю в данном случае не в блатном гаргоне, а в юридическом смысле этого слова. Там еще остались, как бы, инструментарии у высшего суда справедливости остался. Это конфликт интересов, это несоответствие основным законам, это нарушение какой-то расового принципа, это еще какие-то несколько ряд моментов, которые позволяют суду дезавуировать, тот или иной закон. Поэтому все эти сказки по поводу того, что бедный суд нас сейчас решился, так сказать, невинности, это тоже неправда. У суда остается, суд как был независимым, так и остается независимым. Суд будет судить действительно в соответствии с законом, в узком понятии этого смысла. По большому счету, как бы, я еще раз говорю, независимый суд, как был так независимым, останется. У него остается инструментарий, которым он может руководствоваться, когда будет, так сказать, обсуждать или отменять те или иные законы. Но вот этот момент, что суд действительно, так сказать, поправка к закону, которая говорит о том, что суд, так сказать, не имеет права, так сказать, да, отменять, руководствоваться так называемым стандартом разумности или приемлемости, который, по сути, на самом деле означалось, так сказать, политическое пристрастие того или иного судьи. Очень часто это выливалось именно в то. То есть, как бы, соответственно, суд... Миша, не надо, подземножку, дай закон. Да, пожалуйста. Суд должен руководствоваться исключительно законами и основными законами. Теперь насчет Конституции. Все это тоже сказано. Марик, извини, можно? Можно я задам тебе только вопрос? Можно. Не могу молчать. Скажи, пожалуйста, то есть, получается, что до сих пор нас, высший суд справедливости, судил непонятно что и непонятно как. То есть, руководствуясь тоже неизвестно чем. Сейчас, наконец-то, пришли мудрые и разумные люди, которые научат этот суд, как ему надо работать. То есть, до сих пор, 75 лет, со дня основания государства, значит, суд судил кое-как и все было очень плохо. Так? Нет. Не так. Потому что все то, о чем ты говоришь, началось с начала 90-х годов, когда к власти Высшего Суда Справедливости пришел Аром Барак, так называемый отец судебного активизма. Это, во-первых, он ввел, это он заявил тогда, что теперь подсудно все. Что мы будем всех судить, и мы берем на себя. То есть, практически, Верховный суд, Высший суд справедливости, стал, как бы, главным в этой стране. Да, так сказать, вот о чем идет речь. В отсутствие Конституции, да, потому что, когда нет, можно я добавлю? Илана, Илана, я прошу прощения. Илана, можно я добавлю? Да, вы говорите, оба все равно не слышно. Значит, за счет Конституции тоже не надо нам рассказывать сказки, да. Мы знаем Конституцию, которая была самой демократичной, самой лучшей, самой непримиримой, самой оригинальной и самой справедливой. Это Конституция СССР, которая была принята в 1936 году. Да, кто из этой Конституции понимает? Окей, да. Теперь, как бы, в Израиле так называемые прецедентные права. Это, во-первых. Есть еще одна страна, в которой прецедентное право, это Великобритания. Это, во-вторых. И ничего, как-то они там живут. Третьих, еще раз, вот никак не могу сказать. У нас есть, что такое Конституция? Это основной закон. У нас есть пакет основных законов, это, во-первых. А, во-вторых, я тебе напомню одну вещь, которую ты забыл или делаешь вещь, что забываешь. Значит, у нас есть с тобой одинокий знакомый хороший, зовут его Алекс Клевицкий, ты его хорошо знаешь. Когда я помню, вот я до сих пор помню, как я редактировал и сдавал его брошюру, так сказать, которую, это был 1992 год. Брошюра называлась Декларация независимости. И в этой брошюре говорилось четко, черным по белому, что да, у нас нет Конституции, но Декларация независимости, это и есть эквивалент Конституции, это и есть основной документ, который, так сказать, регулирует основные положения жизни государства Израиль. Это, так сказать, было издано у своего и моего знакомого, которого звали, Алекс Клевицкий, и я лично эту брошюру редактировал. А если бы он издал правила уличного движения, сказал бы, можно, я еще не закончил. Поэтому, закругляйся, чтобы у нас произошел диалог. Поэтому, все эти сказки про присутствующие Конституции, отсутствующие Конституции, это все в пользу бедных. Да, на самом деле, еще раз повторяю, есть Декларация независимости, есть пакет основных законов. Я согласен, что да, Конституция вполне ваш город нужна. Но это не тот оселок, это не та причина, за которой надо цепляться и на каждом углу кричать. твоя мысль понятна. У тебя еще будет время сказать. Я вернусь к тебе еще. Илана, пожалуйста, я понимаю, что ты рвешься в бой. Пожалуйста. Нет, нет, я жду очередного вопроса. Пожалуйста. Пожалуйста, мой вопрос тебе очень простой. Он и к тебе, и всем, кто считает себя противниками этой судебной реформы, выходит на акции протеста и так далее. Все мы свидетели этого. Вопрос мой заключается в следующем. Каждая из сторон, во всяком случае, так она утверждает, бьется за демократическое государство. В своем понимании этого. Но при этом у нас на сегодняшний день есть парламент, который выбран в соответствии с законом. Во всяком случае, нам неизвестно, чтобы результаты подтасовывались, еще что-нибудь, вбросы бюллетеней были. Нам этого неизвестно. То есть, можно считать, что этот парламент у нас и КНЕСЭД избран законно. Этот КНЕСЭД назначил правительство совершенно законным образом. Теперь он в соответствии с правилами и устоями этого государства издает законы, положения, принимает поправки к основным законам и так далее. Части общества это не нравится. Скажи мне, пожалуйста, есть ли общество на сегодняшний день действительно демократическое и так далее. Что мешает этой части общества, которая не согласна, дождаться следующих выборов и не поехать на пикники, как она делала до сих пор, день выборов, а прийти на избирательные участки и избрать ту коалицию, которая на взгляд этих людей наиболее точно отразит их пожелания. Миш, ну я абсолютно согласна с тобой, мы уже об этом говорили в одной из наших программ, о том, что если бы все те, кто сегодня протестуют, в свое время дружно пошли на выборы, возможно им сегодня не пришлось бы протестовать, потому что ситуация была бы иной. Но я хочу тебе сказать, если говорить о коалиции, не парламент наш, так называемый КНЕС назначил эту коалицию, коалицию собрал господин Натаниал. Собрал он ее, следуя своим интересам и, соответственно, так она и выглядит. Давай не будем делать вид, что мы никто этого не понимаем. Ну, извини, то же самое можно сказать о любом главе правительства. Да, но что делать? Он имеет право, конечно, он имеет право, есть только небольшая разница. Все имеют право на все, на свободу выбора, на свободу слова, конечно же, на свободу самовыражения в демократической стране, коей мы пока еще являемся. Но именно поэтому никто не может навязывать другому ни свой образ жизни, ни свой образ мышления, ни свою понятийность. То, что происходит сегодня, когда мне говорят, что вот в Англии тоже нет конституции, что вы сравниваете нас с Англией? Нам 75 лет, в Англии многовековые, многовековые традиции политической жизни, выборов и политического самовыражения и уважения к своим оппонентам, в том числе, что у нас в последнее время абсолютно обсутствует. Так вот, если я вернусь к этому, то получается, почему такие протесты начались сейчас? Почему, Миша? Потому что так хочется Эоду Бараку, потому что он подбивает людей, потому что есть какие-то, как говорят представители полиции, сеют смуту, чуть не из Белого дома поддерживают там и так далее. Нет. Ощущение, оно такое, что люди дошли до ручки. То есть, и так жизнь сложна в Израиле, сложна. Дети наши должны идти в армию рисковать своей жизнью, в то время, как другие дети не должны идти в армию. Они изучают Тору и, слава тебе, Господи, за них молятся, за тех, за наших, да? Мы должны работать, платить налоги, платить мошканты. Мы, короче, должны делать все для того, чтобы другая часть Илана, извини, я хочу понять. То есть, ты говоришь, что противоречия, они лежат в области отношения религии и светской части страны? Противоречия... Другое. Нет, это не другое, Миша. Противоречия накипели. Они накипели. И то, что происходит, вот произошло сейчас в связи с инициативой вот всех этих законодательных проектов, это последняя капля просто. Понятно. Это просто последняя капля с моей точки зрения. И это ужасно обидно, это ужасно жалко. И все, все эти информации о том, что врачи хотят уезжать, их эпикисты хотят уезжать. Я знаю, что Марик сейчас мне скажет, да нет, у нас все чудесно, никто у нас не будет. Ну, не будем за Марика говорить, я сейчас дам ему слово. Он скажет свое мнение, конечно. Мне, мне очень больно за эту страну, потому что то, что я вижу сегодня, это не та страна, в которую я приехала в семьдесят первом году, достаточно приложив для этого усилий. И не потому, что это я, это не для меня, это также и для вас, и для ваших детей, и для ваших внуков. Это не я о себе забочусь. У меня все нормально. Дело в том, что народ просто, одно слово скажу. Да, пожалуйста. Что народ устал. Вот я разговариваю с людьми, с самыми разными, вообще разными, из разных общин, не говорящими по-русски. У них у всех один ответ. Боже, когда это все кончится? Кто эти люди, которых мы избрали? Что с нами будет дальше? Когда же у нас наступит разумный какой-то период жизни и придет в эту страну разумное руководство? Вот о чем говорят сегодня люди. Люди. Не журналисты там, не политики. Люди, люди. Марк, вопрос к тебе. В Израиле был уже случай, когда вот подобное озлобление одной части общества по отношению к другой привели к очень серьезным событиям. Я имею в виду 52-й год, когда Израиль, по сути дела, расколол вопрос о немецких репарациях. Те, кто находился у власти, считали, что репарации нужно брать. Оппозиция считала, что нет. И она вывела людей на улицу и практически там штурмовали КНЕСЭТ. На крыше КНЕСЭТа были установлены пулеметы. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, я понимаю, что это очень субъективно, но так как у нас, как бы, по сути дела, в отсутствии Конституции наступает конституционный кризис, он очевиден. Он еще не наступил, но, судя по всему, наступит. Когда одна ветвь власти не будет выполнять указания другой и наоборот. Так вот, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот эта степень озлобленности у нас уже достигла того предела, когда, ну, извините за высокопарность, брат пойдет на брата? Сложный вопрос, на самом деле. То есть вопрос сложный, потому что сам, как бы, вот эта масса этого протеста, она достаточно неоднородна, да? То есть и по большому счету, мне, естественно говоря, смешно, когда говорят, там, значит, народ не хочет. Какой народ? Сколько этого народа? Кто его считал? Ну, извините, то же самое можно сказать и о той части, которую я хочу. Не-не-не-не, Миш, не надо, не надо, не надо лукавить, да? Давай будем честными перед собой. Ну, вот честными мало кто хочет быть, да? Так сказать, все называют какие-то сумасшедшие цифры, там, вышло 600 тысяч протестующих, 800, полтора миллиона, там, да? По точным данным, которые действительно реально оценивают это количество людей. Максимум того, чего удалось выводить этим кукловодам, которые стоят, как бы, на самом деле, за этим протестом, как бы, Илландская очень точно их обозначила, это барак, там, это очень много народу стоит за этим протестом. Так сказать, это элиты, которые, так сказать, борются за свои собственные привилегии, и, как бы, протест распадается на несколько людей. Есть действительно люди чистые, искренние, которые действительно реально думают, что что-то случилось, что-то страшное. Есть те, кто переживает за это. Так сказать, как бы, протест распадается, на самом деле, на несколько, как бы, составных частей, понимаешь? Но, как бы, по большому счету, по большому счету, я внимательно следил за этим количеством. Максимум, который удавалось выводить, в лучшем случае, это около 200 тысяч человек, не больше. Макс, ну тебе вдогонку просто одна фраза. Тебе могут возводить, что эти люди, пускай 200, пускай 150 тысяч человек, не знаю, у меня тоже нет точных данных, они выходят уже больше полугода. Вот правильно, хороший вопрос. Так, значит, надо задать вопрос. Как? И почему? Это, извини меня, непослушное большинство. Это люди большинстве, с высшим образованием и так далее. И вот они полгода уже больше и в жару, и в холод выходят. Значит, что-то не так, собственно говоря. Ай, молодец. Хорошо, только ты неправильно продолжаешь мыслить. Вопрос-то надо задать. Не только почему они выходят, а кто и способствует тому, что они выходят. Мы сейчас скажи, что им платят за это. Это не ко мне вопрос, это к шлевцам. Значит, не надо меня перебивать, пожалуйста. Я же тебя не перебивал, я ждал, слушал внимательно, как ты все это прекрасно излагаешь. Я говорю свою точку зрения. К делу. Я выскажу свою точку зрения. Я еще раз говорю, задать вопрос, а кем эти люди занимаются? Когда они успевают работать? Это много вопросов к этим людям. Но еще раз повторяю, я за протесты. Я считаю, что человек должен иметь полное право высказывать свою... Ну, ради бога, пусть высказываются. Еще раз повторяю. Этих людей не больше 200 тысяч. 200 тысяч на 40 тысяч. А такова цена мандата, это 5 мандатов. 5 мандатов. Это мандаты партии Мерец и кусочек от партии Вода, которые, так сказать, неудовлетворенные ситуации, которые проиграли выборы, которые, так сказать, в результате должны как-то и чем-то возбуждать свой электорат. С кем? У них нет программы. У них единственная программа, это только не Биби. У них единственная... Опять-таки, еще раз хочу быть правильно понятым. Я не слепой поклонник Биби. Я не отношусь к породе тех, кто, так сказать, с восторгом на устах бегает и ставит его как свою икону. Я много его критиковал, и я могу найти кучу моих критических статей в его адрес. Но я хочу сказать, что я жду от прочистующих, я еще не слышу ни разу, ни разу, конкретной, серьезной программы тех проблем, которые реально стоят в той стране. Вся эта мышиная возня вокруг юридической реформы не стоит выеденного яйца. Потому что, как правильно кто-то сказал, что если бы то же самое сделало левое правительство, то это всего лишь навсего нашло бы две стройки в газете АРЭС, и на этом бы все закончилось. Я еще раз напомню, что эту реформу, например, поддерживает человек, которого Илана очень хорошо знает, и с которым она прекрасно работала. И я, например, его ценю, потому что, несмотря на то, что он человек левого взгляда, это бывший министр юстиции Хайм Рамон, который высказался однозначно в поддержку реформы, хотя сказал, что никогда при этом не являлся сторонником Биби Нициньягу или правых партий. То есть Хайм Рамон не глупый человек, и он знает, о чем он говорит. Я бы назвал еще несколько человек из левого лагеря, которые высказались в пользу реформы. То есть это тоже о чем-то говорит. И поэтому, прости меня, я не вижу ничего в том, ну, 200 тысяч человек, окей, вышли на улицы. Ай-яй-яй! Что такого страшного произошло? Ну, вышли. Как вышли, так и зашли. Они демонстрируют на самом деле свою полную несостоятельность, потому что их главным триггером является только одно свержение законно-избранного демократического компонента. Понятно, ты и так говоришь. Я еще раз повторю, хочу сказать заключение. Если бы эти люди хотя бы возвысили свой голос в защиту реально какой-то проблемы, будь то дороговизм на жизни в Израиле, будь то бедность, нищета и, так сказать, люди, которые живут в проголозе, будь то проблема криминальности, будь то проблема Негева, будь то проблема криминальных разборок в арабском мире, так нет же! Ничего этого я не слышу. Я слышу только одно бу-бу-бу, которое, так сказать, словно, так сказать, такая мантра, как это самое, средневековье какое-то. Я вижу перед собой просто чистое средневековье со своими бубнами, плясками, заклинаниями и проклятиями. И все. Марк, спасибо. Илана, если ты хочешь отреагировать, у тебя есть две минуты. Две минуты. Вот все, что Марк только что перечислил, все эти вышеуказанные проблемы, вот для этого-то у нас избираются в КНЕС от политики министры наши. Вот пусть они это решают. А народные протесты, это есть выражение воли тех, кто считают себя обойденными, незаконно обиженными, непонятыми, и более того, опасающимися за будущее этой страны. Право они имеют. Ты можешь, Марик, их презирать, ты можешь их не считать людьми, ты можешь говорить, что одни средневековые ведьмы или кто угодно, или колдуны, или там, не знаю, клоуны. Окей? Но это люди, которые имеют полное право на выражение своего ощущения того, что здесь происходит, и их понимание того, что мы скатываемся к религиозно, к какому-то средневековому диктату, это их право. Твое право считать, что будет очень хорошо, и тебе это очень подходит. И это тоже твое право, и мы будем его все вместе уважать. То есть мы все правы. Коллеги, большое спасибо за этот разговор, оживленный такой, достаточно горячий. Ну и тема у нас горячая, дни горячие, что делать? Так и получается. Еще раз спасибо. Напомню, что в беседе со мной принимали участие израильские журналисты Илана Михаэли и Марка Тлярки. Всего доброго. Пока-пока.